Играю, чувствую. Мне кажется, да, с телефона я как будто играю медленнее и чуть больше могу зевать. Так, ладно, давайте D4. Хочется внести разнообразие в эту томную жизнь. И надо 2500 кэшом обыгрывать. 2500 обыгрывать. Нам сейчас нужны 3 победки подряд. И какие-нибудь 5 из 7 будет очень даже ничего. Так, у них 3 давай. Талончик сыграю, кстати. А, нет. Талончик тут я не сыграю. Талончик не сыграю. Не знаю, дай какой-нибудь D2 пойду. Какой-то немножко странный ход. Но хочу сбить его с теории. И все-таки его что-то каталонское перейти. D4. Да, тут B5. По идее, конечно, больших проблем у черных нету. Ну, поглядим. Нет, C5. Ну, C5, кстати, они рискуют, мне кажется, похуже получить. Где-то. Хотя вот. Хотя вот, да. Уже 2, кстати. Ладно, жертвую пешку. Там какую-то компенсацию, я думаю, должны получить. Можно, например, пойти конь E5. Давай, да, пока конь E5. Да, ну пытаемся как-то в шахматишке играть. И по времени надо ним. Хотя, блин, я по времени сегодня не просаживаюсь, как будто. Как будто мне это не помогает. Реально, просто в середине партии нападает какая-то тупость. Откуда она берется? Точнее, понятно, откуда она берется. Но давайте как-нибудь без этого. Да, ну черным не так комфортно доразвиться. Если так, то пешку я как будто должен все-таки отыграть. Можно просто B3, слон B2, например. Ну, давай так. И как будто все-таки позиция у белых должна быть поприятнее. Очень сильный такой типичный каталонский слон. Если я с комфортом съем на D4, то получше у белых будет. Ну, соперник Майстр Фидем. Наверное, тоже чего-то понимает в этой жизни. Ну, как-то да. Черным не так просто, потому что слон D6 я бью на D4. Ферд со 7 я бью на D4. То есть, как-то с конем E5 сложно что-то сделать. А если с ним не делать, то непонятно, как D4 защищать. Ну, разве что как-то играть трекировка слон B2, слон C5 ему надо. Ну, там как минимум могу, кстати, так отыграть, хотя это выглядит не комильфо. Для начала ладят C1, наверное, сыграю, а потом посмотрим. Да, все-таки так играет, ладно, ладят C1. И сюда. Так, смотри, какой-то ход есть. Правда, просто ладят E8. Особо ничего он не дает. Давайте пока ферзя улучшим подведем поближе. Действия там посмотрим. Ему, опять же, да, не просто доразвиться. Лон и конь тут хорошо давят, хорошо сочетаются. По времени тоже давим в кои-то веки. Так, вот сейчас надо без тупости обойтись. И тогда будет нормально. Так, это он C3. Конь D4 нельзя из-за конь B4. Могу пока как-то просто ладят D1, наверное, пойти. На конь B4 ферзь сюда. Или ферзь C4. Не знаю, какой уход выбрать. Наверное, ферзь C4 выглядит интереснее. Давай так. Ну а 2 бить, мне кажется, самоубийство полнейшее. Там просто ладя 1. И конь C3 нет ухода из-за связки. В принципе, ферзь D2 тоже самое было, плюс-минус. Так, задумался. Это хорошо. Мне нравится моя позиция. Более или менее, или менее, или более. Так, напал он на коня. Блин, вот C4 поля для коня теперь не хватает, конечно. Можно просто как-нибудь уйти, типа, конь... Не, конь D3, не хочу играть. Может, слон D4 съесть. Ну там, кстати, да, я думаю, хорошо. С D4 на коня 2, ладя 1, там коня будут проблемы. Если так, то просто взял-взял. Крс А2 тоже нельзя из-за подвисания коня на B4. Ну да, когда я пешку отыграл, точно у меня хорошо. Да, и по времени прям вообще сказка. Прям в титульниках. Очень редкая картина, честно говоря. Очень редкая картина в титульниках. Так, давай конь C4. На ферзь А2, ловушка, конь B6. Так, не зевает. Окей. Так, ну все равно как-то можно какой-нибудь B6, кстати. Какой-нибудь B6, ферзь D6 я не выигрываю. Ой, какая красота. Опа. Ладя попалась. Так, а вот тут я думал, если слон C... А, ну можно, да, просто слон C6 даже. Я думал, ладят C6, надо выпендриться. Слон C6, наверное, даже... Лучшим. На ферзь B6, ферзь B8 и там связка. Даже слона не может забрать. А это я считал, ферзь B7. И лишняя ладья. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Красота. Красота. Да, переиграл и уничтожил. Переиграл и уничтожил чувака. Это, конечно, 1-0. Так, ну сдаваться его не это. Не научили, видимо. Мастера Фиде выполнил, а сдаваться не научили. Ну, бывает. Так, отлично. Победочка. Ну, классная партия. Наверное, объективно немножко подозрительно я разыграл дебют. Но у меня была какая-то тактика, я ее придерживался. И она реализовалась прям идеально.